МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика. В студии Татьяна Трофимова. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Выше только звезды, ближе только Чувашия. С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель, что нарисовано на борту. И кому снится только рокот космодрома? Небо в клочья, деревья с корнем, долгожданный дождь обернулся разрушениями. Какие районы пострадали сильнее всего, а где не выпало ни капли? Научились учить и стали лучшими. За что студентов педуниверситета награждали сегодня и почему отличившиеся получали по заслугам чуть ли не со слезами от сожаления? Президент на проводе. Главная тема дня. 18-я ежегодная прямая линия с главой государства состоялась сегодня. Владимир Путин отвечал на вопросы в течение 3 часов 42 минут. Россияне ожидаемо спрашивали о вакцинации от коронавируса, о внешней и внутренней политике, о жилищно-коммунальном хозяйстве. Уже известно, что по традиции все без исключения регионы получат из Кремля папки разного цвета. В них по группам собраны вопросы, требующие не просто внимания, а немедленной реакции. Придет такая папка и в Чебоксары. Какого цвета, пока неизвестно. Проведенная прямая линия президентом Российской Федерации показывает, что это очень эффективный способ коммуникации руководителей с населением. И ровно об этом президент сказал во время прямой линии и рекомендовал руководителям высокого уровня использовать такой механизм. Я со своей стороны должен отметить, что каждый вопрос, который поступает президенту, он, конечно же, очень важен прежде всего для президента, ну и, конечно же, важен и для нас, для региона, для руководства региона и органов исполнительной власти, если вопрос поступил и с Чувашской республики. Сегодня с космодрома Байконур стартовала ракета с символикой Чувашской республики и изображением третьего космонавта Андриана Николаева. Таким образом, Роскосмос начинает новый проект по дизайну космических кораблей. Говоря современным языком, брендировали ракеты и раньше, а изображения напоминали о памятных датах истории России и мира. Теперь запуски будут посвящать людям и регионам. Почему Чувашия полетела в космос первой и правда ли, что те, кому удалось увидеть своими глазами старт ракеты, этого не забудут никогда. Моя коллега Надежда Яковлева сегодня вернулась с Байконура и признается, что теперь ей снится рокот космодрома. Вода, кислород, продукты питания, оборудование и аппаратура для технического обслуживания бортовых систем. Задача этого грузового корабля доставить до космической станции более двух тонн груза, необходимого для жизни и работы космонавта. Корабль «Прогресс» создавался для этих целей и используется уже не первый год. Но каждый отличается внешней символикой. Конечно, на то, как пройдет полет, эти рисунки не влияют. Но сколько гордости у тех, кто причастен. С этого года Роскосмос приняла решение наносить на космические корабли символику регионов. Таким образом, госкорпорация вносит свою лепту в развитие внутреннего туризма. Работники госкорпорации не скрывают, что с любопытством наблюдали за своеобразным соревнованием. Сразу несколько регионов изъявили желание участвовать в проекте. «Чуваше» оказалась первой. Ракета, символикой нашего региона, готова к пуску. Помимо надписи «Чуваше», на ракету нанесено изображение третьего советского космонавта, дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева. «А все мы помним, каким он был чистым, каким он был искренним, настоящим героем своего времени и времени, но и нашей доброй памятью всего нашего народа. Поэтому для нас это вдвойне приятно». Соглашение между Чувашской республикой и госкорпорацией «Роскосмос» было подписано на Международном экономическом форуме в Петербурге. Именно тогда были определены основные направления сотрудничества и компании, которые примут участие в реализации проекта. «Работаем, там есть важное для нас предприятие, которое поставляет для самарского ракета космического центра «Прогресс» новой станки, инфляционной сварки компания «СССР» «ТОЖИКИ». «Есть на 250-й». «Есть включаем облога 300-й». «Есть на 250-й». Стартовая масса корабля более 7 тонн. Уже через 8 минут 49 секунд корабль разделился и лишился большей своей части. Раскрыл солнечные батареи и антенны. Все манипуляции в штатном режиме. Ракета-носитель «Союз-2.1А» успешного велороссийский космический корабль на околоземную орбиту. На пуск ракеты обычно приезжает очень много туристов. Но с весны прошлого года действуют ограничения из-за пандемии. Попасть на Вайконур могут лишь небольшие группы после сдачи всех необходимых анализов. Для чувашской делегации сделали исключение. Нам позволили осмотреть спусковую установку после пуска. Особенность этой ракеты то, что она в старте висит. Если ракета стоит, то всей массой своей она давит на старт и нижняя часть должна быть очень мощнее. А когда она висит, нагрузка распределяется равномерно. Впрочем, работа здесь не останавливается даже после того, как смолк грохот ракетных двигателей, а корабль скрылся из вида. Как только остывают металлические конструкции, их начинают готовить к следующему пуску. Уже 5 августа. Надеюсь, что когда-нибудь я вернусь сюда и не просто с экскурсией работать. Поездка оставила внутри нас всех частичку влечения, частичку страсти к космосу, поскольку космодром Байконур это то место, где сконцентрированы лучшие умы нашей страны. Стыковка грузового корабля с космической станции запланирована на 2 июля. Если все пройдет в штатном режиме, это произойдет автоматически. Надежда Яковлева, Юрий Марков, «Республика». Стабилизация изделий усторчивая. Тысячи человек остались без крова после разрушительной грозы, которая обрушилась на республику минувшей ночью. Сегодня оперативные бригады устраняли последствия разгула стихии. По данным комитета по чрезвычайным ситуациям к этому часу восстановлена подача электричества в большинство из обесточенных частных домов. Сводки с погодного фронта собрал Вадим Муравьев. Небо пополам, деревья с корнем, компьютерная графика от самой природы на обычную камеру мобильного телефона. Когда небо прояснилось, жители Яльчикского района снова взялись за телефоны. Эти кадры комментируют уже сами. На небе не облачко. Крыши домов сносило, окна выбивало, ворота сносило, яблони все попадали. Вот тут вот яблоня тоже сломанная. Можно посмотреть. Страшный ветер. Ну, страховые компании, конечно, выплатят свои компенсации. Но для соседей, для нас, живущих здесь людей, это очень страшно. Ужасный дождь. Что поделаешь? Ничего не поделаешь. Это капризы природы. Такими свои деревни увидели в нескольких районах республики. Сорванные крыши, поваленные деревья. Ветер бил окна и валил заборы. Сухие цифры в официальных сводках. 28 июня были сапфиксированы случаи нарушения электроснабжения населения в 31 населенном пункте на территории 9 муниципальных образований. Полностью или частично без электроснабжения оказались более 4 тысяч частных жилых домов. 7 многоквартирных жилых домов с населением более 7 тысяч человек. Ликвидации последствий аварийных ситуаций принимали участие 15 аварийных бригад в количестве 52 человек и 11 техники. Уставшие от испепеляющей жары чебоксарцы ждали грозы, ждали прохлады. Она пришла шквалистым ветром. Сегодня ночью была ошеломляющая гроза. Не выдержала одно дерево. Сейчас оно сломало даже забор библиотеки. По прогнозу греметь, сверкать и лить будет еще трое суток. Потом африканская жара снова примется плавить асфальт и превращать квартиры в духовые шкафы. Вадим Муравьев, Татьяна Молкова, Республика. Уже завтра пенсионный фонд начнет принимать заявления на выплату новых пособий беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. О необходимости такой поддержки заявил президент страны Владимир Путин еще 2 мая этого года во время традиционного послания федеральному собранию. Вопрос об этом поднимался и сегодня во время прямой линии с главой государства. Для по первым домкатегориям по беременным женщинам, которые встали в ранние строки беременности на учет. И вот на вторую категорию предусмотрено 46 миллиардов рублей. Они зарезервированы 46 небольшим. В следующем году это будет чуть больше. И здесь мы не видим никаких проблем. Вчера только еще раз говорил с министром финансов. Все деньги зарезервированы. Вопрос оставался нерешенным по детям, которые идут в школу. Но я считаю, что и уверен, меня в правительстве услышат, что нужно платить всем, в том числе и всеми семьям, где 6-летние дети, даже если они в этом году в школу не пойдут. Как заявили нашему телеканалу в отделении Пенсионного фонда России по Чувашской республике помощь будет оказываться адресна. Прежде всего матерям и отцам одиночкам, чей ежемесячный доход с учетом алиментов не превышает среднего в регионе. Размер выплат на детей предусмотрен в размере 50% от прожищенного минимума на детей в субъекте. в случае Чувашской республики это прожищенный минимум 9883 рубля и соответственно сумма размера выплаты будет составлять 4941 рубль 50 копеек в месяц. Выплата беременным женщинам зависит от прожищенного минимума труспособного населения, которое составляет 10 414 рублей. Соответственно выплата определен в размере 50% от этого размера и она состоит 5207 рублей. Пособие беременным женщинам будет выплачиваться вплоть до рождения ребенка. Размер пособий будет индексироваться, однако и оценки нуждаемости будут меняться, исходя из общей экономической ситуации. При этом уточняется, что в выплатах откажут, если у взрослых членов семьи вообще нет заработка без адекватного объяснения. Это позволит избежать злоупотребления льготой. Подать заявление можно на портале госуслуг или в клиентской службе пенсионного фонда по месту жительства. Он составил словарь чуварского языка целых 17 томов. В Ядрине, в доме, где родился языковед Николай Ашмарин откроет музей. О том, что такое решение принято, сообщили сегодня. Кроме того, к реставрации подготовят еще 8 объектов по всей республике. Сейчас здание бывшего городского училища, а теперь Алатарского краеведческого музея выглядит вот так. Обновленный фасад и внутренние конструкции. То же и с музеями в Мариинском посаде Ядрине, Козловке. Всего за три года в Чувашии преобразился 21 объект культурного наследия. У нас в республике 683 объекта культурного наследия. Из них 221 это объекты культурного наследия федерального значения. В республике действительно выстроена системная работа по сохранению этих объектов для того, чтобы они в таком хорошем состоянии доходили до следующих поколений. Только в этом году на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия из различных источников было направлено 179,6 миллионов рублей. Миссия выполнима несмотря на пандемию и ограничения. В Чебоксарах сегодня подписывают контракты на поставки оборудования в Казахстан. Бизнесмены союзного государства несколько дней провели в столице Чувашии. Репортер Татьяна Молокова не просто разобралась чем генератор отличается от конденсатора, а вникла в суть бизнес-процессов, идей и перспектив. Игрушка-антистресс хит лета 21 года поп-ит пупырка или пупырышка эдакий аналог пузырчатой пленки. Говорят, нервы успокаивает, развивает мелкую моторику и многоразовая. У любителей детской забавы нашлись и противники в разноцветной игрушке и увидели тлетворное влияние Запада. Между тем, в детском парке имени Николаева установили электронный поп-ит. Разработка отечественная, продукт экспортный. Официально эта конструкция интерактивная стена. На первый взгляд бесполезное развлечение. Психологи и педагоги уверяют, польза от таких игр огромна. Бизнесмены подсчитывают прибыль. В ближайшее время ловить разноцветные огоньки будут дети Казахстана. Договор о поставках российского ноу-хау скоро будет подписан. Объем контракта коммерческая тайна. При этом стало известно, что в соседние государства начнут поставлять силовые трансформаторы, дизельные агрегаты, электростанции. Наша компания занимается продажей электрооборудования. То есть, как вот сегодня говорили тоже некоторые производители, мы заинтересованы в представлении интересов промышленности Чувашской республики на территории Казахстана. За три дня 10 предприятий и подготовка к ответному визиту уже в сентябре этого года. Тем более, что казахские партнеры хорошо знают, Чуваша не просто претендует, а уже давно занимает лидирующие позиции в производстве электротехники. Мы в Казахстан поедем. Наши предприятия в Алма-Ате будет проходить тоже выставка, связанная с электротехникой в том числе. И на эту выставку мы выставляем коллективный стенд. Центр экспортной поддержки полностью оплатит размещение стенда, аренду и все другие затраты. И наши чувашские предприятия смогут принять участие в этом мероприятии. Кроме Казахстана, Центр экспортной поддержки сейчас готовит бизнес-миссии в Узбекистан и Германию. Татьяна Молокова, Николай Скворцов, Бахтияр Велиев, Республика. В год, посвященный трудовому подвигу строителей сурского и казанского оборонительных рубежей, мы продолжаем цикл сюжетов о тех, кто участвовал в этой масштабной стройке. Мы не пытаемся переписывать историю, мы просто дописываем страницы, которые могли бы остаться чистым листом. Екатерине Петровой 98 лет, и она не любит вспоминать то тяжелое время. Однако согласилась встретиться с нашим корреспондентом Екатериной Шиверовой. Когда Екатерина Ивановна отправилась на строительство сурского рубежа, ей было 18. Сегодня ей уже 98. Она помнит все в меньшайших подробностях. На глазах слезы, у бабушки Кати и у нашей съемочной группы. В то время было очень холодно. Даже лопаты из рук выпадали. Как мы страдали, без слез не описать. Надеюсь, никому больше не придется пережить подобное. Как же мы страдали, голодные, голодные, хлеба не было. Словами не передашь, душа болит. Даже при морозе за 40 градусов работа не прекращалась. Кроме ротиакопов, Екатерина Ивановна успевала работать на вырубке леса. Об этом она часто рассказывает детям, внукам и прапраправнукам. Говорит, что работали с утра до ночи, что с 43 до 48 градусов мороза стояли. Работали ломом, лопатами и любыми другими подручными предметами, способными проломить лед. Сейчас уже возраст, плачет и тут же забывается. Многие получали обморожение так, как лапти и тулупы были мокрые от работы. Мама рассказывала, что многие умирали. Она думала, что тоже умрет и не доживет до наших дней. Много чего рассказывает. Спускались на берег Суры, рыли окопы. Бригада, состоящая из четырех женщин, по плану должна была вырыть по четыре метра в день. Несмотря на то, что сегодня здоровье не то, что раньше, она не унывает. Находит силы радоваться каждому моменту. Счастлива, что и для ее детей окопы сурского рубежа стали книжной историей, которую она всю жизнь хранит в своем, живом сердце. Екатерина Шеверова, Маргарита Мельникова, Игорь Зверев, Республика. Красный диплом с одними пятерками. Активная жизненная позиция, готовность прийти на помощь. Чтобы стать лучшим студентом, оказывается, успевать по всем предметам недостаточно. Наталья Мальчикова познакомилась с теми, кто удостоился наград. Борятся, борятся, все по кругу борются, да не молятся. В глазах волнения, в руках мобильные телефоны с текстом песен. Репетиция ответа на слова благодарности за успехи в учебе. Они уже знают, что их признали лучшими выпускниками Педауниверситета 2021 года. Минуты до официального объявления. Я много раз слышал, что жизнь студентка студента коротка. И сейчас, находясь перед вами, я действительно понимаю, насколько. Брать от жизни все такой избитый речевой штамп для Екатерины обреженный жизненный принцип. Пять лет студенчества вроде как самого беззаботного времени она потратила на гранит науки. Этот камень оказался не таким крепким, когда за него взялась Екатерина. Мне кажется, я взяла от студенческой жизни вот просто все по максимуму. И вот мой пятый курс, он заполнен всеми самыми яркими событиями, потому что я стала студентом года, выиграла Олимпиаду в личном зачете. Ну, в первую очередь, конечно, хочется немножко сейчас отдохнуть, потому что у нас буквально вчера была защита ВКР, мы защитились, она отлично. Вот, хочется чуть-чуть выдохнуть, насладиться вот этим праздником студенчества, а потом уже получить диплом. Знаете, я завидую сейчас. Смотрю на первокурсников, которые идут в университет, такие счастливые, беззаботные. И вот мы пятый курс, заканчиваем университет. Да уж, этот путь мы никогда не забудем. Очень грустно расставаться, и очень бы хотелось продолжить учебу в магистратуре. И все же самое ценное, что дал им вуз, как признались сами ученики, это люди. Преподаватели, которые направляли на протяжении всего пути и дружба. Разумеется, навсегда. Сегодняшнее признание лучшими из лучших. Приятный бонус к общему празднику жизни. Огромная дорога, дорога в будущее. Это большая честь для нас находиться в числе лучших выпускников 2021 года. За свои студенческие годы многие из этих ребят побывали волонтерами, добивались успехов в учебе и спорте, жили полной жизнью и никогда не согласятся с теми, кто скажет, у них в жизни не было одни книжки на уме. Здесь однозначно красота, юность, амбиции, дерзость, энергия. Осталось дело за малым. Осталось просто прийти и сделать. Не сомневаться. Верить в себя, верить в свои силы и верить в свою жизнь, в свою судьбу и в то, что она только в ваших руках. Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Республика. Убрать снег, подмести улицы, выкосить траву и все на одной машине. На Чебоксарском заводе силовых агрегатов начали сборку новой коммунальной техники. Пандемийный год показал, что нехватку рабочей силы могут компенсировать машины. Человека они не заменят, но сделают его сильнее, выше и выносливее. За руль, если не сказать за штурвал, села наш корреспондент Инесса Потапова. Как это было, вы узнаете прямо сейчас, а я прощаюсь с вами. Чебоксарский завод силовых агрегатов успешно производит на своих мощностях разную продукцию точной механики. Здесь есть уникальный парк станков. Он обеспечивает полный цикл производства, позволяющий совершать механообработку деталей к различной сложности, термообработку, сборочной и другие работы. Среди потребителей не только российские предприятия, но и зарубежные. Они выбрали площадку вот именно Чебоксарского завода силовых агрегатов для того, чтобы здесь локализовать производство комплектующих для своих производств. Это очень круто, это очень важно. Высокая технология, высокотехнологичное производство, персонал, имидж высокий и высокие стандарты качества и проверки, контроля за производимой продукцией. Вот это комплекс всех условий. Совсем скоро здесь откроется новая линия производства самоходной техники. С конвейеров сойдут коммунальные машины, способные развернуться даже там, где и легковая малолитражка не сможет. Во что превратить такую вот самоходку, решает владелец. Среди новинок и вилочные погрузчики. Современное оборудование завода отличается простотой в управлении. С ним может справиться даже девушка. Вилочный погрузчик незаменим для складов и открытых площадок. Пять тонн на несколько метров вверх с ювелирной точностью. У нас есть планы по выходу в более тяжелые сегменты вилочных погрузчиков. Задача, так скажем, на этот и следующий год освоить линейку 280 модификаций, так скажем, самых востребованных машин. И дальше наша конструкторская служба не спит. Наша конструкторская служба работает над тем, чтобы завоевывать новые сегменты, новые рынки сбыта. Благодаря таким предприятиям в республике ожидается рост промышленного потенциала. Создание своей технической интеллигенции и высокопроизводительных рабочих мест. Инесса Потапова, Николай Скворцов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова